МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации, телерадио компании Гомель, в студии працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Масштабное обновление в Житковичах протягиваются буйные ремонтные работы. В сквер разлада у Гомеля проходит громадское обмеркование концепции забудовы территории каля гостиницы-турыст. Дитя миру гоноровое посвящение селит отрывает 56 маленьких жихаров региона. Тысяча метров над землей открытый чемпионат Беларуси по планерным спорте проходит в Рогачевском районе. А зараз об этом и иншим больше подробно. Развитёвый творчай кооперации повинна стать ключевой темой супрацовництва Беларуси и Чаченской Республики Российской Федерации. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с керавником Чаченской Республики Рамзаном Кадыровым. Керавник державы отзначил макчимость и поширение кооперации с уликом запуску у Чаченской Республики автомобильной вытворчасти. Александр Лукашенко пропоновал развивать взаимодействие у машинобудования. В этой сфере Беларусь была ведущая республика еще в часы Советского Союза. Перспективными галинами изъявляются так само нафтохимичная промысловость, сельская господарка и туризм. До инших тем выпуску на Агумишине протягивается выконание доручения старшиня был выконкам у Владимира Дворника об штогадовым комплексным доброупорядкованием двух городов. Все летоотповедные работы проводятся у Вецы и Житковичах. На Полессе побывал Олег Синтеров. В улице Социалистичная, Минавитосюль, у Житковичах распочались масштабные работы по доброупорядкованию. Ремонт дороги створил певные проблемы для руху транспорта. Али уже просто некакие тыдни улица станет отповедать своему призначению, быть соправдой головной магистральной артерией. Хоть только социалистичные работы не обмеживались, сегодня у Житковичах будовники и дорожники працуют усюда, негде кладут тротуарную плитку, негде приводить у парадок жилые домы. Для поравнания, звычайно, колькость домов, где проводится капитальный ремонт в городе, прикладно, в четыре раза меньше. Хоть у парадок проводить не только жилье, другая житковская средняя школа была взведена в 1959 году. Зараз это самый старый цагильный будинок сирот научных установ района. Его закрыли по причине аварийного стану, а ли вы решили заховать на место, на вот будут вернуты, зробленные маль 6-10 годов тому, ляпные упрогоживания. Капитальный ремонт повинен завершиться до конца года. Мы ожидаем к началу нового календарного года, это январь, наверное, да, ввода эксплуатации корпуса номер один, где расположено 10 кабинетов, здесь гардеробная, здесь находится актовый зал, столовая, поэтому он очень нужен для нас. Установим эдукации в программе доброупорядкования об уголе саблевое место. Ремонт проводится во всех трех школах города. Причем у первой, а прича фасадных работ, плясовку для занятков физкультурой заменили на спортивный городок с кутком юных инспекторов дорожного руху. В спортивный городок будет входить баскетбольная и волейбольная площадка, футбольное поле с беговыми дорожками и площадки с тренажерами. Сирот объекта в социальной сфере, масштабные работы проводятся так само на Житковском стадионе. По особенностям это будет совсем инший спортивный объект. Демонтировано все, от старых дровляных лавок до футбольного газона, основой которого был якосный чернозем. Теперь эту землю выкористуюсь для доброупорядкования города, в том веку центрального парка. Тут так само необходимо шмат чего сделать. Фонтан у Житковича мог бы стать визитной карткой города. По примеру, он, напевно, самый великий у Гомельской области. Але у этого его минус. Реконструкция потребует вельми значимых сродков. Хоть не все работы проводятся выключено за бюджетные сродки, для конструкции некоторых объектов займаются ведомственные организации. На Житковском автовокзале, например, не только утеплили стены и подвели инженерные коммуникации, але и предугледили безбарьерное сяродье для людей с обмежеванными махчимостями. Ясчай одна категория, по жаданию якой так само увлечили аматоры лазни, жадающих попариться шмат, але по причине аварийности Житковская лазня не працавала уже в амаль два годы. Правда, по часту капитального ремонта будинок, узведенный еще в 1956-м, частково стратить свои архитектурные особливости, зато и стане больше функциональным и рентабельным. Олег Сентеров, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель» Житкович. Десять дзен засталось у Жихарау Гомеля к обунести свое пропановое у громадское обмеркование архитектурного проекта за будовы на скрыжевании в улице Овецка и Кожара. Жадающие могут покинуть свое пропановое за уваги у письмом выгляде у специальной скрыни у администрации Центрального района. Тут же можно ознайомиться с концепцией будущего шмат профильного архитектурного проекта. У Снежни минулого года, згодна со изменениями у генеральном плане забудовы Гомеля, со сквера, каля гостиницы «Турист» был знятый статус рекреационной зоны. ГТ, тепер уже территория агульного користания, стала потенциальным местом для будовництва нового жилого дома. На месте сквера, по проекте управления капитального будовництва Гарвы-Канкама, може быць побудованы шмат поверховый дом. Сярод перовах, кропковые забудовы, развитае инфраструктура, наявность побач школ, дитячих садков и поликлиники. До того ж, такий проект обыдзется тайней, чем будовництва на незасвоенной территории. Зараз обмерковывается докладная концепция будучей забудовы. Тому так важны пропановы гораджан. Меж тым, жихары домов, размешанных вокруг сквера, заклопочены махчимыми изменениями на этой территории. Многие из тех, кто живет в шмат поверховках, еще в конце 70-х сажали эти древы со своими детьми. Зеленая зона, улюбленное место отпочинку пожилых людей и молодых мать, які гуляют тут с детьми. Для нас это, как и была зона зеленая, наш сквер, наш парк с массой деревьев осталось на данный момент. И мы очень хотим, чтобы она застраивалась. Как это не смешно. Но можно я скажу, это не от себя, это предложение людей. Ведь мы не только против застройки чего дома на этом месте. Мы хотим, чтобы в нашем сквере построили многофункциональный детский городок, чтобы его благоустроили. Межтым у Гомеля есть достатковая колька с детячих плясовок, максимально наближенных до жилых домов. Есть, нареште, центральный парк. Сквер Будовников и скверы Мяграмыки. И куда больше серьезная проблема для молодых семью, отсутность уластного жилья. Для пар с маленькими детьми особливо важно, чтобы оно было доступным по цене и удобным с кропки гляджения инфраструктуры. Тут я не различуюсь над допомогу державы и разумение громадства. Але улады и меркование старожилов в улице Кожара не покидаются без уваги. И обещают подойти до плануемых изменов максимально бережливо. В территории, которые предварительно концепция разрабатывалась, действительно имеется зеленая зона, имеется насаждение. Хотя большая часть этих насаждений она сконцентрирована ближе к улице Советской. То есть если мы будем даже рассматривать перспективу какого-либо строительства, то значительная часть зеленых насаждений останется вне зоны сноса. Специалисты подкресливают, что махчимость будовництва на месте сквера будет у Себакова разгляджена. Отбудутся экологичная и державная экспертизы. После закончения громадского обмеркования выники подведутся на областном архитектурном городе-будовничном совете, в котором уводятся простовники компетентных инстанций. Наталья Каприленко, Вольга Коновалова, Александр Харлампов, телерадио компания «Гомель». У Международный день мира у Гомельской в области на свет заявились 56 детей, с их у Гомеля 35. Новоспеченных и Мальшан и их мать сегодня повиншовали активисты областного отделения Белорусского фонда мира. Подрабязности подеи в наступном сюжете. Новонародженные редко бывают пунктуальными и заявляются на свет сгодно с прогнозами урачу. Но для шмотедетной мати Алины Гаурилюк в этом плане сюрпризов не было. Сын Марк народился день в день 21 и по словам мати для ЯЕ эта дата особливая по некоторых причинах. В этот день празднуется великий праздник. Я хотела родить в этот день Рождество Престой Богородицы. Один из двенадцатых великих праздников. В этот день родилась Мария Мать Иисуса Христа. Очень приятно, конечно, мы приятно удивлены, что в этот день празднуется два праздника. Други из их международный день миру. В нашем регионе дети, которые народились 21 по доброй традиции принимают веншование от Гумельского областного отделения Белорусского фонда мира. Кожаный новонародженный отримливает статус «Дитя миру» и отповедное посвящение. У додаток счастливой мати уручают кветки и подарунки. Цель, какая наша проведя этой акции? Во-первых, еще раз поднять значимость матери, женщины. Второе, дети, которые получат статус «Дитя мира», конечно, они, когда повзрослеют, они же будут лучше и вести себя, и лучше будут учиться. Все летостатус «Дитя мира» в Гумельской области присвоены 56 новонародженным. Увухули за 11 годов основания акций его отримал 661 маленький жахар в области. Огромное спасибо, мы приятно отзывлены, честно говоря, очень я была отзывлена, спасибо огромное всем. Вот что бы хотелось пожелать ребятам, которые родились, чтобы они были здоровенькие, крепенькие, ну и матерям, конечно, пожелать тоже здоровья, всего доброго, ну и пожелать, чтобы мы их, может, и еще несколько раз счастливали в этот замечательный день, международный день мира. Совест с этими детьми фонд миру не губляет. Уже с 5-ти годового взрослого яны становятся гостями тематичных мероприемствов. Многие из них сегодня активно занимаются громадской деянностью, удельничают в патриотичных и миротворческих проектах, не которые учатся у 27-й школы Гомеля, якая носит статус школы миру. Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, телерадо, компания Гомель. Ровно два года тому в кабельных сетках краины стало на одну кнопку «БОЛЬШ». 25 веросяня 2015 года в эфир вышел телеканал «Беларусь-4 Гомель». С тех часов команда телерадиокомпании отпрацовала больше, как 12 тысяч годин эфиру, с яких не одна сотня в прямом интерактиве с глядачом. Четыре дни на отыдень обмерковать цикавые и важные для всех темы в студию программы «Добрый вечер, Гомель» приходят эксперты и гости. Усяго ж у эфир выходят больше, как 20 властных проектов. Но язык были признаны на республиканском и международном узровне. На нашем рахунку призовые места в национальном телевизийном конкурсе «Телевершиня» в номинациях «Лепший ведущий тематичной программы» и «Лепшая тематичная программа регионального телебачения». А штабинные новины на Беларусь-4 Гомель удостоены диплома в номинации «Лепшая информационная программа регионального телебачения». Работа специального корреспондента Олега Сентюрова на Днях Гомельской области в Москве принесла ускорбонку узнагород диплом фестиваля региональных телеканалов Беларуси и России «В образ часу». Но высшайшая узнагорода для журналистов доверх и повага глядачау. Урочистости с на годы 145 годов с дня первого освящения Свято-Успенского собора отбылись на минулых выходных урешицы. У собора, який з'является одной из самых старых городских побудов, отбылась Боская Литургия. Подрабязностью нашего корреспондента Алексея Нямкевича. Зараз тяжко уявить, что ранее замест храма тут был дом культуры, а в конце 90-х сярод толстого пласта сметя в стенах под открытым небом росли древы. Сегодня шпирозвон сустракая дорогих гостей. На 145 годе со дня первого священия в Свято-Успенский собор приехал митрополит Минский Заславский Павел патриарш из Архусия Беларуси. Такое обилие людей свидетельствует о вере, которая живет в наших людях. Вера была всегда основой духовно-нравственных ценностей нашего народа. Каждое действие, которое направлено во славу Божию, во славу нашего Отечества и во славу Церкви приносит радость людям. У стенах храма митрополит провел Божскую литургию, а так само освятил роспись собора. Яготы матыку без перабольшего не можно назвать уникальной. Тут максимально присутничают белорусские святые. У купольной части на вышине 27 метров намаляваны архангелы. В образы и сюжет оправлены у оригинальный орнамент. У завершении службы митрополит Пагутаров с приходжанами отправился на будовменьшую прятцовку, где уже закладены подмурок под новый храм. Сегодня мы закладываем еще один храм, третий храм в городе Речица в честь святителя Луки Война Осиницкого. Он находится в районе городской больницы и этот храм послужит для многих и многих людей тем местом, куда человек будет приходить, молиться и просить Бога, чтобы Господь даровал всем нам доброе здравие и душевное спокойствие. Идея об удовнествии повстала уже давно. Прихожане казали об необходности изъявления хоть бы невеликой каплицы, недохопа ужадающих сюда ходить няма. Весь этот процесс длился на протяжении нескольких лет. Вшли согласования, выделение земельных участков, проектно-сметные документации. На сегодняшний момент эти все вопросы решены и сегодня завершилась поездка митрополита Минска из Аславского Паула, патриаршего экзарха всей Беларуси в складании кветок каля стелы каплицы в память об Ефросине Полоцкой. Эта святая саблива шануется уречице и лечится заступницей. В образ проподобный после росписи заявился в Свято-Успенском соборе. Алексей Немкевич, Евген Макеенко, телерадиокомпания Гомель. Майстер спорта СССР по греко-рымской борьбе заслуженный тренер Беларуси Борис Протасов означает 80-ти годзе. Веншавание юбиляр сегодня принимал во управлении спорту и туризму Гомельского обл. Канкама. На урошистость пришли коллеги, сябры и вушни Бориса Миколаевича. Спорт – это мое житёк, аж юбиляр. Он и зараз тримает руку на пульсе. Наведывать особистоспортивное мероприемство уже не завсюду дозволяя здоровье, однако за перемогами белорусских атлетов сошить. Уклад самого Бориса Протасова в развитие спорта и физичной культуры Гомельской области значный. 10 годов с 1977 по 1987 он означал Комитет по физичной культуре и спорте Гомельского обл. в Иконкама. До этого працавал наместником старшыни. В этот час Гомельский регион был на вострии спортивного життя не только Беларуси. Матч по многобориям ГДР СССР у нас в Гомеле проходил. Правда, покрытие тогда у нас еще было такое слабоватое. Значит, неоднократно мы принимали крупные турниры по волейболу, баскетболу. Даже однажды уже сейчас не могу сказать, каким образом попал у нас в Гомель я проводил тут с Александром Васильевичем Медведевым турнир на его призы. Гомель в принципе был довольно таким, я бы сказал, крупным, даже не региональным, а республиканским и даже в какой-то мере такого союзного значения спортивным центром. В широких словах и пожаданиях и так само подарунках по часу расшистости ни до хопу не было. Докрануться до неба. Открытый чемпионат в Беларуси по планерным спорте проходит в эти дни в Гомельской области. Арена для споборництва аэродром Минька у Рогачевского аэроклуба ДТСАФ. Планеры это безмоторные летальные аппараты. У поветра они поддерживаются за кошт аэродинамичной подъемной силы. Узлетают планеры при допомозе самолетов буксировщиков, до каких шапляются тросом. Худкость такого летального аппарата досягает 100 км за годину, а передолеть они могут не одну тысячу километров. Чемпионат примерковали до 90-го ДТСАФ в Беларуси. У делу споборництвах принимают каля 15 спортсменов с Беларуси и России. Гэта и иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by Далее в эфиры спарты в нагляд. С новинами спорту вас познаемить Максим Савин.